Наши опыты и полеты приносят чувствознание, и если тонкое тело Духа препятствует проникнуть дальше известных сфер, то озарение Духа соприкасается с многим дальнейшим сиянием космоса. В самоотверженный полет уже есть действие веры и чувствознания. Каждый человек хранит в себе возможность непосредственного общения с высшими мирами. Кто сохранит постоянное общение с высшими мирами, тот может уникать построения будущего. Мысли бывают тяжелые и легкие, устремляющие ввысь и тянущие в земле. В беспредельности царствует мысль, она подчинена закону созвучия или соответствия, и мощную силу имеет притягивать из пространства нужные элементы по соответствию. Пользуясь этим оружием Духа, можно погружаться в глубины пространства. Луч мысли магнетичен. Освещая явление этим лучом, мысль как бы развертывает всю его сущность. Мысль не знает пространственных расстояний, не знает их и огненное тело. Если тонкое тело встречает некоторые препятствия и сопротивления, как, например, лунное стекло или может затрудняться дальностью полета, то огненное тело этих препятствий не знает. Для огненного тела даже дальние миры достижения. Даже простая мысль моментально соединяет мыслителя с объектом подуманной мысли, каналом явленным. В Духе полет ограничен устремлением Духа. Представить себя на далекой звезде, от земли оторвавшись, непросто и нелегко. Именно центр сознания переносится на объект устремления, как бы все оставляя земное, до тела включительно. Опыт полезен необычайно. Ибо ощутить себя в Духе свободным от вещей и тела будет уже ступенью достижения. Для межпланетных полетов пригодно лишь тело ментальное. Но лучше летать в огненном теле, в теле света. Ни на межпланетных кораблях, ни даже в теле астральном дальних миров не достичь. Но в теле ментальном, в теле мыслей и мыслей возможно. Дальние миры существуют на физическом плане. Они находятся на расстояниях огромных. Для мыслей нет расстояний. Мысль отделяется от сознания и летит к объекту, на котором сосредотачивается. Важно понять, что успеху должна быть предпослана мысль. Мысль устремляется к дальним мирам. И отклик, и звуки далекой пространственной жизни будут прилетать к вам. Это возможно. Это достижимо. Архат сам узнец своей жизни. Сам направляет ее. И зная законы созвучия, волею твердо направит он мысли в сферу, желанную сердцу. Архат направляет полет корабля своего духа, пользуясь рычагами мысли. Ибо мысль устремляет корабль его в сферы пространства. Свободней лететь и легче, и ориентиры известны. Точно так же и в сферах пространства. Ориентир один. Иерархия света и учитель. Вертыня, как база центральная, основная для всех полетов. А сфера полетов – пространство. Без базы полет невозможен. Агни-йога Агни-йога Кя Shepherd Вертыня Субтитры создавал DimaTorzok